Друзья, здравствуйте. У нас есть целых полчаса. Я в диком стрессе, потому что обычно я работаю в долгую. Тренинги двухдневные, а работа личная с лидерами длится несколько месяцев. Сделаю такую короткую выжимку по такой вот теме, в которой понятно, что рецептов никаких особенных нет. Я очень коротко представлюсь, чтобы было понятно, с каких позиций говорю вообще про это все. И после этого дам базовую модель. Вот архитектура здесь не зря. Некую модель перехода компании и лидера на качество, новый уровень. И дам такие основные моменты про то, где устав написан кровью, и где ружья кирпичом не чистить. Вот такие больные вещи. Смотрите, последние 10 лет очень много работаю с лидерами компаний, с первыми лицами в личном коучинге, как личный тренер, личный коуч, личный психолог, а в моменты, когда хорошему человеку плохо, когда все хорошо как бы не зовут, когда очень большая задача, когда слияние поглощения, выход в новый регион, трансформация компании, когда вот нужно не на 10-15% увеличить то, что мы делаем, а радикально на новый качественный уровень перевести. Вот такие проекты месяц, два, три, полгода, год работаю лично с людьми. Поэтому все, что будет дальше, это не из книжек, а это из вот такого мяса реальной жизни взято. Вторая штука. Вот вы видите логотипы компаний. Очень много работаю с топовыми командами. 50 стратсессий в год в разных городах России, за рубежом. Помогаю топовым командам трансформировать организации. Вот как сделать так, чтобы там оборот вдвое увеличился. Как выйти в новый уровень, на новый рынок, международный рынок. Какие проекты прорыва в компаниях. Опять-таки все красиво в теории, в учебниках менеджмента все прекрасно работает. Когда начинаешь делать в реальности, получается как бы совершенно по-другому. Вот про эту самую боль реально сейчас поговорим. Я прошу сначала нашего разговора со мной повзаимодействовать по очень важному вопросу. Я отдам три вопроса. Прошу вас на них отреагировать изменением положения тела в пространстве. И мы посмотрим, как мы относимся, как мне кажется, к ключевой теме, когда мы говорим о трансформации. Вот как рождаются прорывы, выходы в новый уровень, не на 15-20%, а качественные переходы. Я прошу встать всех, у кого есть машина. У кого есть машина, если у вас есть машина, поднимитесь. Посмотрите вокруг, как бы, да? Многие ездят на такси, понятно. А теперь прошу остаться стоять тех, кто думает, что он – это и есть машина. Если вы считаете, что я – это и есть машина, пожалуйста, останьте стоять. Кто-то стоит, у кого-то, видимо, 600-ые мерседесы, да? Очень важные, крутые тачки. Вот, если вы думаете, что вы – ваша машина, то вот наша статистика. Просто присядьте. Еще вопрос. У кого здесь в зале, у кого есть тело? У кого есть тело? Поднимитесь. Если у вас есть тело, встаньте, пожалуйста, покажите, как бы, да, телесно, что у вас есть. Отлично. Хорошие новости, коллеги. Аплодисменты друг другу. Мы все здесь телесно присутствуем, да? Супер. Пожалуйста, останьтесь стоять те, кто считает, что он – это и есть тело. Если вы – это, собственно, и есть тело, то, пожалуйста, останьтесь стоять. Супер. Главное, чтобы не в багажнике машина она оказалась. Окей, присаживаемся. И третий вопрос. А кто считает, что у него есть душа? Если у вас есть душа, пожалуйста, поднимитесь. Встаньте. Скрытие покажет. Если у вас есть душа, пожалуйста, поднимитесь. А теперь, кто считает, что вы – это и есть душа, останьтесь стоять. И вот посмотрите вокруг. А я прошу всех присесть. И в чем очень важная история? Когда мы думаем о росте компании в разы, в разы, когда важно вот из точки А в точку Б. И точка Б – это качественный переход. Мы чаще всего исследуем системы, процессы, методики, подходы, инструменты, этапы трансформации. Я на этом съел собаку. Я общаюсь с крупнейшими компаниями, которые прямо запрашивают вот эти вещи очень детально, очень подробно. Но за 10 лет работы с этим, работая вместе с лучшими консультантами в мире, я понял одну вещь. И про это будет одна вот главная мысль моего выступления сегодня. Что неважно, вы трансформируете компанию свою или вы работаете с собой, 90% влияния на ситуацию находится внутри человека. То есть работа с трансформацией компании – это работа с душой, с личностью, с тем светом, который льется изнутри лидера и с душой компании. Джозеф Кэмпбелл, ученик Юнга, десятками лет исследовал мифы, легенды, сказания разных народов мира, чтобы увидеть, что объединяет сказания древних персов, древних греков, древних холливутов, русские сказки. Он нашел базовый паттерн. Вот какой алгоритм проходит душа человека или душа компании, переходя на качество нового уровня. По этому закону развиваются события. Я бы хотел сейчас за эти 30 минут дать такие основные точки боли, основные точки влияния вот не внешнего влияния, а внутреннего влияния, за счет которых можно создавать масштабные изменения в своей компании. И в конце я поделюсь ссылками, источниками, где можно получить системную информацию об инструментах, техниках, практиках как бы о внешнем измерении трансформации. Здесь будем про внутреннюю архитектуру говорить. Вы, коллеги, кому это интересно? Поднимите руки. В принципе, интересно этим или странная хрень? Филипп, странные вещи говоришь как бы, да? Странная хрень, но интересно. Отлично. Смотрите, начинается все. Я скажу вот еще вот так, сейчас покажу предыдущие слайды. по сути очень многие компании, в которые вкладывается куча внимания и времени находятся в следующей ситуации. Я дам прямо на примере истории одного моего клиента. Филипп, у меня бизнес полтора миллиарда рублей оборот. Это реальная компания. Я строил этот бизнес, чтобы быть свободным. Я не хотел работать как бы, да, на дядю. Я пошел в это, чтобы было больше времени, были отпуска с семьей, была какая-то вот, ну, какая-то свобода реализовывать свои идеи и мысли. Ты знаешь, говорит, на что похожа моя компания сейчас? Я говорю, на что? Она похожа на океанский, океанский белый лайнер. Я говорю, и? Говорит, а ты знаешь, где я в этом лайнере? Я говорю, где? Он говорит, я в трюме. Я сижу в трюме, я весь измазан мазутом, да, у меня какие-то агрегаты, шестеренки, валит пар из разрывающихся труб, я судорожно бегаю по этому трюму, затыкаю собой, как бы, да, обжигающие меня источники этого пара. Я постоянно ору матом на команду, я работаю по 16 часов в день, да, и вот это вот моя свобода. Это правда так. Я говорю, как у тебя в жизни происходит? У меня 300 звонков в день, мне в туалет не сходить. Да? Вот это его обычная реальность. Он находится вот здесь вот, да, он очень много делает, но это вот такая история. То есть там просто жилы на лбу вздуваются. Человек вкладывает всего себя, он этих сотрудников подбирает, воспитывает, они уходят, как бы, да, вот бесконечный такой процесс. Там очень много энергии вкладывается, но принципиально, да, спираль не развивается вниз, нет качественных переходов. 5, 10, 20 процентов. Вот такая история. Вот. И путешествие героя это про то, как перейти на качественный уровень. И вот первая штука это обычная реальность, где ты находишься в той ситуации, в которой ты есть сейчас. И в этой ситуации обычно есть боль. Я коротко сейчас перечислю эти вещи, которые создают боль для клиентов, с которыми я работаю. Человек говорит, что у меня госкомпания, большой бизнес, государственный. Я управил проектом, который вот был там, оборот был одна седьмая от того, что мне дали сейчас. Сверху свалили кучу проектов. Он говорит, у меня, Филипп, задача в личность не помещается. То есть навалилось столько, что прямо не вывести, не справиться. Другой человек говорит, гайки закручивают эти самые госкомпании. Клиенты приходили в мой магазин, был нормальный оборот. Сейчас половина ушла на Али, у половины нет денег. Я не знаю, что с этим делать. Другой говорит, Филипп, а вообще нормальные люди, нормальные сотрудники еще в стране есть? Такие, чтобы можно было взять и доверять человеку спокойно, чтобы они это как-то делали сами. Другой говорит, я постоянно на нервике, потому что у меня партнер старший, как бы, да, и с ним бизнес на грани балансирует. И я постоянно в одном шаге, а то, что мне скажут, ну, до свидания, как бы, да, бизнес заберут просто. Илон Маск говорит про это, что быть бизнесменом, это выглядываться в бездну и жевать стекло. Почему так? Потому что ты все время находишься в ситуации, когда твоя компания вот-вот может выйти из бизнеса, одно твое решение, да, ошибка, и ты вот в этой бездне. А почему жевать стекло? Потому что мы шли за свободой, как бы, за тем, чтобы было все классно и можно было делать то, что ты хочешь, а оказываемся в этом трюме, где делаем, в общем, вещи, которые делать надо, чтобы бизнес выжил. Что такое Зов? Помните в сказке про Алису в стране чудес? Как проявился Зов в этой сказке? Что белый кролик? По сути, это ситуация, когда вы понимаете, что дальше, так как сейчас, невозможно. Я, конечно, могу еще, как бы, да, как-то вот, ну, тянуть эту лямку, но принципиально это что-то поменяться. Зов приходит на пяти уровнях. Если интересно, вот пометочки сделайте. Первый уровень, через вдохновение. Появляется новая идея, новая возможность, какой-то рынок открывается, да, такой, вот вы мне туда. Второй уровень, если я туда не иду, если я не иду за Зовом, я получаю вот дискомфорт, негативные эмоции, напряжение, ощущение, что это не мое, ощущение потери, вот этого чувства, что дальше я двигаюсь, куда идти. Третий уровень, это не успехи. Я начинаю терять, начинаю как бы терять проекты, терять клиентов, бизнес начинает сбоить. Четвертый уровень, разрушение отношений. Настолько затянуло в эту работу, настолько я в этом всем погряз, настолько нет выхода, что начинается история, история в семье. Пятый уровень, это соматика, через тело отрабатывает. Когда я начинаю просто болеть. Поэтому если я не слышу Зов, не чувствую, куда идти, не двигаюсь в истории прорыва, не кардинально не расту, не развиваюсь, то меня догоняет прямо здесь, где я нахожусь. Это история. А кто сейчас в зале считает, что у него так или иначе Зов к выходу на качественно новый уровень в бизнесе есть? Поднимите руку. У кого прямо ощущение, что я точно не про 10-15%? Это вот история. Что очень важно? Очень важная точка это вопрос, с чего начинается трансформация компании. Потому что 90% людей, с которыми я работаю в компаниях, с таким запросом приходят. Филипп, сделайте что-нибудь с ними. Мои топы не вывозят эту организацию. Я плачу им кучу денег, они не делают то, что они должны делать. У меня продавцы, руководители моих магазинов, все эти магазины небольшая, они не приносят прибыль, которую я ожидаю от них. Сделайте что-нибудь с ними. Расхожу про эту историю. Работаю на сессии на одной, это топовая команда компании, крупный бизнес, и запрос такой, вовлеченность. Сделайте так, чтобы у сотрудников был хозяйский подход к делу. Стратегия разработана, цели поставлены, все отлично, все прекрасно, и на входе топы говорят, Филипп, 90% того, что мы сделаем стратегию, в том, что люди реально это своим сочтут и сделают по хозяйски, по-своему. Если это будет так, то все будет отлично. Я веду сессию дальше, и в конце первого дня тихий голос HR говорит, вы знаете, коллеги, я тут кое-что поняла, послушал вас всех, как вы про все это говорите. я поняла, что в этом зале сидят все те люди, что если вот эти люди вовлекутся, и им будет важна эта стратегия, эта цель, то это 90% успеха. Никто с подводной лодки не спрячется. Если этим топом, этим ключевым сотрудникам это будет важно, все остальные сделают. Веду сессию дальше, и во второй день в обеде, я обедаю с первым лицом, с директором, и он мне говорит шепотом, тихонечко, чтобы никто не слышал в зале, потому что, ну, общая столовая. Говорит, Филипп, я понял, что, говорит, если я вовлекусь в эту цель на самом деле, то это 90%, что мы все сделаем, потому что, говорит, я им срулить точно не дам. Поэтому первое, с чем важно работать, работая с трансформацией компании, это с наличием у вас большой, мощной, дискомфортной цели. Если ее нет, то говорить бесполезно. Позавчера веду переговоры по скайпу с человеком, он говорит, Филипп, вот так вот вы язык тела читаете, он говорит так вот, по скайпу такое лицо, говорит, Филипп, мне очень важно удвоить бизнес в следующем году и как-нибудь так, чтобы вот эта моя команда сделала, чтобы с минимальным моим вовлечением это было. Я говорю, а как это так, почему так? Он говорит, ну вот блин, я уже так достал все это, короче, как-то хочется просто пожить вот в удовольствии в своем доме, как бы что-то тут происходило вот такое. Я говорю, так ты слона не продашь. Я не покупаю твою цель. Вот если я не купил цель лидера, что у вас оно прямо свербит, болит, вы готовы за этим идти. Ничего дальше не работает, все бесполезно. У кого сейчас ощущение в зале, что у вас есть цель, которая прямо реально, вы понимаете, что вот вы готовы прожечь бетон, чтобы это случилось? Поднимите руку. Сейчас небольшой тест. Вот сравните по две картинки, две истории. Одна метафора. Это опять-таки реальная история из бизнеса прямо питерского. Общаюсь с человеком, он говорит, что у меня сеть магазинов в Петербурге, по-моему, пять или шесть магазинов, и они недопродают. Реально с подажами проблема. И мы едем с ним вместе в машине, едем за город отдыхать, и он мне минут сорок про это рассказывает. Недопродают, руководителям этих магазинов ничего не интересно, как их включить, пробовал мотивировать, нанимать кого-то, что-то такое с ними делать, ничего не получается. Я говорю, ты сейчас для меня выглядишь, как это, хочешь, я тебе одну умную вещь скажу, только ты не обижайся. Вот сейчас картинка выглядит так, что ты сидишь в лодке, и тебе важно переплыть на ту сторону Волги, большая река. И у тебя пять грибцов, один из них курит, другой заснул, третий грибет как-то, вроде по курсу правильно, молодец, четвертый в другую сторону почему-то подгребает, пятый пытается как-то рулить. И вот как бы это твоя ситуация. И ты их мотивируешь, стимулируешь, выстраиваешь систему развития для них, всячески с ними работаешь. И другая история. Представь себе, что у тебя на том берегу Волги жена рожает. Ты не знаешь как. Ты не знаешь законов мотивации персонала. Систему никакую не построил, да? Но вы как-то все там будете через 15 минут. Вы даже не вспомните, как это случилось, правда? Потому что в тебе настолько этот вызов есть, настолько их просто все туда сдует. Поэтому вот на этом уровне превращение зова в намерение, критерий качества намерения в том, что вашу команду и вас сдувает в будущее. Если внутри этого нет, если такой режим неизбежности внутри нет, то скорее всего вот эта точка работы. Потому что я вижу десятки историй, когда миллионы долларов вкладываются в RP-системы, в проекты трансформации, в исследования McKinsey, в новые структуры. Ничего не работает, потому что у первого лица этого нет. Нет той силы внутри, которая сдвинет все это. И вот это очень такой тонкий разговор с собой. Можно себе наврать про это, что типа да, у меня есть. И потратить кучу времени, денег, всего в работу с людьми, но если по-настоящему этого там нет, дальше все бесполезно. Поэтому то, что говорит одна из лучших лидеров, женщин-лидеров России, она входит в топ-10 в личной беседе, что первое, что я делаю, когда прихожу в компанию и нужно что-то изменить. Мой инструмент – это зеркало. Я делаю что-то не с ними, а делаю с собой. Что со мной должно случиться, чтобы компания пошла вперед? Это про ЗОВ. А знаете про мужские и женские цели? Про мужские и женские цели, про восточные и западные цели? Историю с намерением. Очень часто мы живем в менеджменте в парадигме мужских или западных целей. То есть, когда ты входишь в трансформацию, то тебе важно, как мы говорим, вот есть точка А, давайте сделаем исследование, свод, определим, что здесь происходит. Есть точка Б, давайте посмотрим, куда мы хотим прийти. Желательно отсмартовать, четкие страты инициативы, чтобы это было прямо четко прописано, куда мы идем. И дальше мы поставим стратегию, как мы туда пойдем и придем в эту точку. Согласны? В общем, такой нормальный деловой подход. И есть большие мастера этого подхода. Человек говорит прямо, да, вот такой текст. Говорит, я сходил в будущее, посмотрел, как компания там выглядит, разместил восторг вокруг цели, и вам никому с этого броневика теперь не спрятаться. Вот я туда еду. Мужской подход, очень много в этом энергии. Блестящие такие лидеры есть. Как обычно происходит в жизни. Ты приходишь куда-то, да, у тебя есть какое-то видение будущего, которое, скорее всего, такое. Да? Ты примерно понимаешь, что хорошо бы выжить, хорошо бы чего-то добиться, хорошо бы куда-то в новое пространство выйти. Дальше ты делаешь первый шаг, и потом что начинается? Начинается жизнь. Она выглядит вот так. Тебя колбасит по всей этой истории. Ты куда-то выстреливаешь. И когда ты пишешь про эту книжку, ты потом говоришь, что я спланировал, что точка B будет вот здесь. Построил стратегию и пришел сюда. Точка G. Так вот женские цели или восточные цели это подход к целеполаганию из сказки про дудочку и горшочек. Когда ты с одной стороны видишь вектор, куда ты идешь, направление есть. Там не обязательно должна быть четкая, осмартованная, понятная цель. Ты одну ягодку берешь, на другую смотришь, третью примечаешь, четвертая мерещится. Это подход маленьких шагов. Ты двигаешься итерационно и инкрементально, принимая вот как бы общее направление как нечто очень важное и ценно для тебя. Такая история. Что еще есть? Очень важная штука – это порог. Очень важная точка. Я прошу сейчас всех подняться, чтобы это прямо интересно прочувствовать. Поднимите, пожалуйста. На пороге важно будет прямо постоять. Потому что вот тут вот разбитые мечты, годы потраченного времени. Тут кладбище проектов изменений. В этой точке прямо вот реально все очень, очень много опасности. Можно себе представить, что вы стоите на такой площадке диаметром 20 сантиметров. Вы стоите на очень узкой площадке. А под вами 15 метров. Там большая высота. Вы в блестящем трико. И у вас в руках трапеция. Трапеция в руках. И через 15 метров от вас стоит ваш коллега тоже на такой же площадке. У него тоже трапеция в руках. Он тоже под куполом цирка. И вы знаете, что сегодня ваша очередь. Конферансье объявляет смертельный номер. Прыжок под куполом цирка без страховки. И вы знаете, что он имеет в виду. Что вам сейчас нужно будет по условленному сигналу качнуться вперед. Ваш коллега, если он вчера не сильно выпил, а вы вместе были в баре, он вам кинет свою трапецию. Трапеции будут двигаться на свечу друг к другу. Но они никогда не сойдутся до конца. Останется расстояние вот 3-5 метров. И вы знаете, что вам нужно будет отпустить свою трапецию, остаться подвешенным в воздухе и поймать другую трапецию. Вот порог – это момент, когда мы толкаемся от безопасной маленькой площадки, известной нам, и шагаем вперед. И последнее, что ты хочешь сделать на пороге – это сомневаться. Потому что если толкнулся боком, как-то половина тебя толкнулась, половина не толкнулась, то ты, скорее всего, потеряешь динамику и не сможешь поймать другую трапецию. Знаете, как большинство людей переходит в порог? Вот так. Человек стоит. Я прошу вас телесно сделать то же самое, что я. Вы вес оставьте на левой ноге, а шаг вперед правый делаете, но вес не переносите. Ладно, вот так. Сами будем прямо максимально подальше. То есть я делаю шаг, я пытаюсь оттолкнуться, но я не толкаюсь. Можно прямо подальше, чтобы дискомфорт почувствовать телесный. Вот прямо я толкаюсь, я вроде бы пошел в изменения, вроде бы мы сейчас будем компанию трансформировать, но я как бы вот мне все еще как бы что-то меня держит. В итоге люди и компании раскорячены, одна на газ, другая в тормоз, и не происходит движения вперед. В этой ситуации человек или компания может жить годами, на это тратится энергия, но не происходит прорыва. Вот есть формула перехода, формула работы с точкой порога. Там из двух частей состоит. Первая. Очень важно смотреть в сопротивление и в страх. Потому что если я не вижу, почему я не могу оттолкнуться, почему, что меня удерживает, то у меня нет шансов толкнуться. Очень часто лидер смелый, мы знаем, я знаю, зачем я иду, и страх не у меня, страх у сотрудников. Проявляется он в занудных, этих самых отвлекающих вниманиях, комментариях, как бы сопротивления. Блин, как бы мы не пойдем, потому что, да, вот эта вот история. Вот 80% проектов изменений неудачны в компаниях, потому что лидер не включает в проект изменения тех, кто сопротивляется. Голос страха, голос сопротивления не учтен и не вплетен в программу изменений. Поэтому ключевая практика на шаге через порог это практика слушания тех, кто против изменений и усиление проекта изменений через внимание к их голосам. Сядьте, пожалуйста. У нас время, я, по-моему, перебрал, да, уже даже время. У меня есть две минуточки еще. Одна минуточка. Коллеги, путь большой. Я вас как бы покидаю, получается, в самом начале. Если интересна дальнейшая история с картой, есть про это подробное видео. Если интересны технологии работы с этим в компании, как это прямо в команде делать, есть тоже информация про это. Вот есть Алена, есть Анна и есть Вера. Если интересно, в перерыве подойдите, они вам дадут просто информацию, скинут про это более подробно. Спасибо большое за внимание. Я должен буду... Спасибо.